Я художник по текстилю. Это, значит, гобелин, роспись по ткани матик. Моя любимая, значит, роспись по ткани горячий матик. Существует их горячий и холодный. Вот. Затем, значит, живопись, масло, акварель, тоже любимая техника мной. Также и графика. В последнее время улегся графикой, карандашным рисунком. И занимаюсь темой. У меня горцы, чабан, чабаны там и так далее. Быть, жизнь, горцы. В нынешнее время, вот, видимо, меня, я тоже сам горец. Родом население Калакурейш. Вот, значит, видимо, меня задело, что горы пустеют. Все перебираются в город, потому что работы нет в горах. Вот. И горы начинают, как говорится, ждут своих жителей обратно. Вот у меня несколько работ есть, ожидания. И графические, и батики есть, и, значит, где я, вот эта тема меня волнует, потому что, когда я бывал в горах, видел эти покинутые села, эти покинутые аулы, там, где одна, две, три женщины только остались, да, или один-два мужчин, меня это очень сильно задело и зацепило за душу. И вот основная тема моей творчества – это Дагестан. И, значит, ну, все, что связано с Дагестаном. Иисус, к чему учил Гамзат Гусейнов вас в молодые годы? Приехал в поселок Минкава, в Шестово-Загиево. Гамзат Абдух Гудерович, как мы звали его, увеличали тогда. Это, конечно, срази у нас, с одним мастерством, талантом. И благодаря его урокам и открылся мир в храме Шестово. И мы, с вынаменитыми языками, карпели над картинками, слушая внимательно его советы, наставления, такие уроки не забудутся. И с благодарностью вспоминаем спустя годы его, только я, но и все те друзья, которые проходили его школу. В основном направлении его творчества. Как вы думаете, есть здесь представленные работы, мы видим его, ваше видение этого. В моем понимании, это один из ведущих специалистов в области текстиля. Он увлечен на работу, на работу, как над матиками, будь то холодные и горячие, затем габелены. Мастер не превзойден, но участник международных, всероссийских, республиканских выставок. Как нам известно, работы его хранятся во многих музеях, как в республике, так и в России. Это безумно, например, в этой области мастер. Он достоин технических похвал и восхищений. И, наверное, он участвует во многих выставках в своей творческой жизни. Ну, какие наиболее известные. Ну, я как слышал от его самого автора, что он участвовал из Габелена, Бельки. На родине Габелена. Это очень замечательно. Мне хочется такой вопрос задать. Вот здесь, допустим, представлен Габеллен, батик и графические, станковые работы. Станковая работа, чем интереснее? Ну, вот, на мой взгляд, может, это он открывает новое в себе, в своем творчестве, чем именно стилизация графического. Как вы на этом международные, как профессионал графики? Мне, конечно, приятно видеть представленную серию Станковых листов, где, грамзат погружаясь в историю отечественного нашего нашей республики, дают тот самобытный уклад, погружая зрителей в историю, ознакомленную с традициями и обычаями наших народов в Генестрове. Сегодня эта выставка персональная является юбилейной 65-летней. Он продолжает свою педагогическую и творческую деятельность. И мне хочется ему дальнейших творческих дерзновений, можно сказать даже, художник, да, и в то же время новых поисков формы, содержания своих произведений. Субтитры создавал DimaTorzok